Центр столицы прямо-таки рассыпается на глазах. Обвал дома на улице Богдана Хмельницкого буквально поднял на уши киевлян, а на ноги спасателей и коммунальщиков. «Услышали вначале звук страшный, похожий на взрыв, но это было понятно, что не взрыв. И окна соседнего здания напротив дрожали. Тут что-то истрапалось». «Здесь что-то случилось. Человек кричал, что помогите. Здесь люди. Строители были внутри. Я отогнала быстро машину, чтобы не мешать». Попробуем воспроизвести хронику событий. Чрезвычайная ситуация произошла 25 февраля около 16.00. В пятиэтажке в самом центре столицы как раз работала бригада ремонтников. «Во время выполнения внутренних работ по разборке внутренней стены произошло обрушение межэтажных перекрытий». Рухнуло сразу несколько этажей. Под завалами оказалось не менее шести человек. Собственно, жильцов в доме не было. Ведь, объясняют в Киевской горгосадминистрации, он признан аварийным ещё в 2004 году, а потому выселен. Уже за первый час четырёх человек, которые работали на объекте, удалось освободить из кирпичного плена и передать медикам скорой. Дальше началась ещё более напряжённая спасательная операция. «Мы привлекли специально поисковые спасательные собаки привлечены. Кроме того, специальные средства поиска в завалах людей – это тепловизоры». Правоохранители тоже берутся за дело. Открывают уголовное производство. «Нарушение правил охраны труда, повлекшие последствия в виде причинения телесных повреждений гражданам». Чрезвычайники, можно сказать, вручную разбирают завалы в надежде найти под ними живых. Отчитываются, ночью удалось спасти ещё двух человек. «Шестой человек находился у нас на глубине полтора метра от уровня общего. Пришлось вырыть колодец для того, чтобы его вытащить. Он практически вертикально стоял. И с ногами была большая задержка, их там прижало двумя балками. Поэтому долго пришлось его вытаскивать оттуда». Но под завалами, по обновлённой информации, есть седьмой человек, а может и больше. Так активные поисково-спасательные работы продолжились и утром 26 февраля. На улице Богдана Хмельницкого 28 единиц техники и более 200 спасателей работают в режиме нон-стоп. Пятеро мужчин из шести спасённых находятся в больнице. С ними уже поработали психологи, ведь люди пережили страшный стресс. Один из мужчин готовится к сложной операции на бедре. «Остальные больные или пострадавшие в нетяжёлом состоянии, ближе к удовлетворительному. Там имеются только ссадины и ушибы. Три человека выписываются сегодня. Одного мы хотим оставить под наблюдение с сотрясением головного мозга. Он нетяжёлый». Вместе с тем следователи пытаются выяснить причины аварии и найти виновных. На своей странице в фейсбуке Маркиева Виталий Кличко отметил, что правоохранительные органы должны оперативно разобраться, кто именно и с какой целью осуществлял строительные работы в аварийном доме. «Сейчас уже владелец установлен данного помещения, данного дома. Будем устанавливать оставшихся совладельцев, а также тех лиц, которые произведили здесь строительные работы по разбору». И действительно, отдельные свидетели тех событий обвиняют мужчин, которые занимались ремонтами без ответственности. Мол, из-за них дом упал. Однако некоторые из работников даже не подозревали, что они подвергают опасности своей жизни и жизни мирных киевлян в целом. Они просто выполняли каждую свою задачу. Они зарабатывали деньги. «Перекрытие там новое было. Его делали неизвестно когда, оно не выглядело старым. То есть оно новое. «Да ничего мы не знали. Две недели там над ними перекрытие новое было. Мы себе понятия не имели, что там делается. Наша задача была – это сто квадратных метров. Что делается дальше – не наше дело». «Что делается дальше – не наше дело». Мужчины рассказывают, что их даже не предупредили, что дом является аварийным. А это и неудивительно, когда речь о владельцах недвижимости. К слову, дом на улице Богдана Хмельницкого – это памятка архитектуры конца 19 века. Он неоднократно реконструировался. Однако новый хозяин, похоже, не очень заботился о состоянии исторической ценности. «Те люди, которые покупают объекты культурного наследия, обязаны заключить охранный договор с управлением охраны культуры. Они, как правило, его не заключают или, если заключают, не выполняют». Управы на владельцев недвижимости не находят и в Киевской администрации. Столичная власть не имеет полномочий контролировать аварийно-опасные объекты, которые находятся в частной собственности. «С 1 января 2013 года город Киев и община города Киева потеряла возможность проводить контроль за подобного рода объектами». Между тем, в ДСНС подтверждают, что под завалами погиб как минимум один человек. Это выводит события уже на совершенно другой уровень трагичности. Мэр Киева подчеркнул, что здание находится в частной собственности более 10 лет. Работы там проводились без разрешений и с нарушением техники безопасности. И что именно это привело к фатальным последствиям. Право собственности является одной из главных базовых вещей, на которых вообще базируется демократия в стране. Поэтому, безусловно, право собственности является неприкосновенным. Но владелец несет определенную социальную нагрузку, определенный социальный долг. И чем больше собственность, тем больше обязанностей. И могут быть инструменты, которые не ограничивают право собственности, но ограничивают виды деятельности. Они ограничивают право властности, но могут обмеживать виды деятельности.